12 октября 1813 года между Россией и Ираном был подписан Гюлюстанский договор, согласно которому Зангизур также аннексировался Россией. После этого начался процесс массового переселения армян из Каджарского Ирана и Турции на Южный Кавказ, в том числе в Зангизур. 10 февраля 1828 года был подписан Туркменчайский договор, на основании которого 1300 семей из переселенных из Каджарского Ирана, 8249 армянских семей были размещены в Карабахе и Зангизуре. Во второй половине 19 века исследующий Зангизурский уезд этнограф и лингвист армянского происхождения Степан Зелинский писал, что армянские деревни делятся на два типа – деревни местных и деревни переселенцев. Что местные армяне проживают на территории Зангизура и Мегри, в селах Сесьяна, Ахлатьян, Брнакот и Шинатак. А прочие армяне переселены в эти места в 1828-29 годах из иранских провинций Городак, Гермели, Хой и Селмаз. Так называемые местные армяне, о которых пишут исследователи, это армянизированные роды албанских и древних тюркских племен. В результате упразднения албанского католика Сата в 1836 году и подчинения албанской епархии армянско-грегорианской церкви ускорился процесс армянизации албанцев, что стало причиной искусственного преувеличения численности армян в последующих переписях. По результатам первой общероссийской переписи населения, проведенной в 1897 году, в тот год в Зангизурском уезде проживало 137 871 человек, из них 71 206 азербайджанских тюрков, 63 622 армянина, 1807 курдов, 1006 русских. В изданном в Ереване в 1907 году произведении «Армяно-тюркские столкновения на Кавказе» армянского исследователя, издающегося под псевдонимом Адо, настоящее имя которого было Хаванес-Тер-Мартиросян, отмечается, что в 314 из существующих на тот момент в Зангизуре 406 деревень проживали мусульмане, а в оставшихся 92 армяне. После того, как в 90-х годах 19 века в Османской империи были подавлены мятежи армян, произошедшие в результате подстрекательства из-за рубежа, примерно 400 тысяч армян переселились на Кавказ. Стабильность в регионе была утрачена. С лета 1905 года по осень 1906 года под руководством одного из лидеров партии Дашнак Цутюн, Аршака Гафавяна, известного под кличкой Керри, и Драстамата Канаяна, известного под кличкой Дро, были осуществлены массовые резни азербайджанцев и в Зангизуре. По сведениям данным армянским автором Степаном Заваряном, в 1905-1906 годах только в Зангизурском уезде было разрушено 43 мусульманские деревни. В результате того, что азербайджанцы сорганизовались и партия Дифаи смогла оказать сопротивление армянскому террору, осенью 1906 года армянам пришлось прекратить резню мирного населения. В конце мая 1918 года на Южном Кавказе возникли три независимых государства – Грузия, Азербайджан и Армения. На тот момент территория Азербайджана, включая спорные с Арменией и Грузией территории, составляла 114 тысяч квадратных километров. Территория Зангизура, бывшая частью азербайджанских территорий, к спорным территориям не относилась. На заседании Национального Совета Азербайджана, состоявшемся 29 мая, премьер-министр Фиталий Ханхойский сообщил, что сумел прийти к соглашению в переговорах, ведущихся с представителями Армянского Народного Совета, о том, что Ириван уступает армянам в качестве столицы, при условии отказа армянской стороны от территориальных претензий к Азербайджану и прекращения убийств мирного населения. 4 июня 1918 года в Батуми между Турцией и Арменией был подписан договор о мире и дружбе, где отмечается, что территория Армянской Республики составляет примерно 9 тысяч квадратных километров. Однако вскоре после подписания этого договора вооруженные силы Армении, захватывая населенные пункты, где проживали азербайджанцы, начали расширять территорию своего государства. Армянские вооруженные подразделения численностью 10 тысяч человек под командованием Андроника Азаняна, отступая из Восточной Анатолии, на пути до Зангизура разорили более 500 населенных пунктов, где проживали тюрки-мусульмане. После Зангизура Андроник хотел захватить и Нагорный Карабах, а затем присоединить захваченные территории к Армении. Правительство Армении под различными предлогами не внимало требованиям азербайджанского правительства о том, чтобы армия Андроника отступила из Зангизура. 15 июля 1918 года решением правительства Азербайджанской Демократической Республики была создана Чрезвычайная Расследовательская Комиссия для того, чтобы расследовать случаи насилия по отношению к азербайджанцам и их имуществу. Расследование комиссии выявило факты, нашедшие отражение в документах, которые гласят, что армяне в Зангизурском уезде разорили и стерли с лица земли 115 сел, где проживали мусульмане. В архивных документах указывается, что в одном только Зангизуре были убиты и покалечены более 10 тысяч азербайджанцев. Только в деревне Вагуди были убиты более 400 азербайджанцев, укрывающихся в мечети, а в деревнях Чайлы и Охчу были зверски убиты более 900 азербайджанцев. В январе 1919 года правительство Азербайджана под руководством Хосрофбея Султанова создало временное генерал-губернаторство, охватывающее территорию Карабаха и Зангизура. Летом 1919 года, после того, как подразделения Андроника отступили из Зангизура, массовую резню продолжила армия Горегина-Нжде. Для того, чтобы положить конец массовым убийствам, 23 ноября 1919 года на мирной конференции, проходящей в Тбилиси, между Азербайджаном и Арменией был подписан мирный договор. Согласно договору, правительства Азербайджана и Армении пришли к соглашению о том, что военные действия должны быть прекращены, а все спорные вопросы будут решаться только мирным путем. Английский журналист Скотланд Лидл, бывший свидетелем этих событий, пишет, что после подписания мирного договора, азербайджанская сторона, выполняя соглашение, отвела войска из Зангизура. И, воспользовавшись моментом, армяне вероломно напали на эти территории и разорили 40 мусульманских деревень. Армянские бандиты с целью экономии боеприпасов во многих деревнях просто сгоняли мирное население в мечети и поджигали здание, в котором заживо сгорали люди. Архивные документы свидетельствуют, что армянские вооруженные силы с 19 по 25 января 1920 года захватили еще 51 азербайджанскую деревню в Зангизуре, таким образом закончив операцию по этнической чистке, направленную против азербайджанцев. Сумевшие спастись от погромов и резни азербайджанцы бежали в Нахичевань и Карабах. В целом, в 1918-1920 годах армянские бандитские группировки под руководством Андроника Азаняна и Горегина Нжде в одном только Зангизуре захватили 166 мусульманских сел, население которых было подвергнуто геноциду.